Это настоящий рождественский штолен. Как же вкусно пахнет розмаринчик! Ребята, всем привет из Израиля! Сегодня у нас с вами такой вот будет насыщенный предновогодний блок. Будет и шопинг, и пекарни, и интересные места. А еще у меня очень радостное событие. У моей дочери Катюши юбилей. И я надеюсь, вы присоединитесь с поздравлениями для Катюши. Доченька, я поздравляю тебя с днем рождения. Я благодарна Господу за то, что он мне подарил такое сокровище. Такую чудесную девочку. С самого рождения ты для меня была не просто дочь. Ты для меня была как подруга, как наставник. С твоей мудростью с рождения можно, наверное, позавидовать любому. У меня сохранились не так много кадров, когда ты была маленькая. И вот такая вот маленькая, но ты уже была для меня как подруга. Мы вместе с тобой ходили в театр, вместе гуляли, разговаривали, рассуждали. Я советовалась с тобой. Я помню, когда тебе было два с половиной года. И как-то раз я тебе говорю, ну ты же, неужели ты не понимаешь, у тебя же голова на плечах есть. А ты мне говоришь, мама, так голова же не на плечах, а на шее. Тебе тогда было два с половиной года. А еще как-то мы с тобой пошли на оперу. И я боялась, что ты еще не поймешь, потому что тебе было четыре года на регалетто. И вот я сижу, я все думаю, ты устанешь. И очень жаль, потому что музыка была очень красивая. Я тебя спрашиваю, Катюша, ты не устала, тебе не тяжело? Да нет, мама, такая красивая музыка. Сейчас ты уже сама мама. И я тебя благодарю за то, что тебя и Лешу, за то, что подарили мне двух чудесных внученик Николи Стефанию. И еще раз спасибо Господу за то, что ты у меня есть. С днем рождения, Катюша! Дорогая мама, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Чтоб ты никогда не болела, и все желания сбывались. И с днем рождения тебя! Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Чтоб ты никогда не болела с мамой, с папой и Николькой, и мной тоже. Скоро Новый год, и не я одна, думаю, многие из вас смотрят на ютубе меню новогоднее. И вот заметила, что много рецептов показывают, встречается розмарин. Вот видите, как раз вам его показываю. А у нас в Израиле он растет вдоль дорог. Ребята, сейчас хочу вам показать одно очень интересное место. Вкусная пекарня, где продается настоящий рождественский штолен. Ну что, идем? Итак, пекарня Берта. Посмотрите, рядом здесь есть кафе, где можно выпить чашку ароматного кофе с вкусной выпечкой. Пекарня Берта или у тетушки Берты, или тетя Берта, многие знают. Магазинчик, где продается... Видите, много людей уже в такие очереди, мне не очень удобно снимать, где продается очень вкусный хлеб. Вкусная выпечка. В магазине можно купить масло оливковое. Посмотрите, сколько его видов. Какая вкусная выпечка. Выпечка по европейским рецептам и по местным тоже. Вообще, магазин немецкий. Разное печенье. Смотрите, какое оно. Цены, конечно, наверное, тоже интересуют. Я уже испугалась, что я не увижу Штолина. Вот все, что осталось, ребята. Понимаете, вот это и есть настоящий Штолин. Я уже его сразу отложила, потому что я больше не вижу здесь всего три штуки, чтобы вам показать. Посмотрите, здесь еще есть шоколад ручной работы. Он нереально вкусный. Цены, конечно, вот такие высоковатые на шоколад, но он того стоит. С разными начинками шоколад. Как понять начинками? То есть, разные виды орешек, кукаты. Посмотрите, какая прелесть. Вот такой подарок можно на Рождество подарить ребятишкам. Смотрите, какие красивые. Стекарные продают, кстати, несколько видов хлеба. И хлеб очень вкусный. Смотрите, какая очередь. Все стоят за кофе. Завтрак. И там продается также вкусная выпечка. Рождественская звезда. Ну, а здесь варенье. Кстати, варенье когда-то тетушка Берта. Она приехала из Европы и сама варила варенье, разные джемы. И вот по традиции также здесь готовят по этим же рецептам джемы. И они очень высокого качества. А еще здесь можно купить мед. Вы тоже посмотрите, сколько разных видов. И он тоже очень хорошего качества. А вот этой конфетке трюфеля, они тоже с разными начинками. 22 шекела стоит упаковочка. Здесь немного конфет, но они очень вкусные. И также разные. Видите, с разной начинкой конфетки. Вот еще с такой начинкой. Здесь можно сделать такой вот, подобрать очень вкусный подарок. Ну, здесь также немного есть небольшой выбор вин. Для тех, кто не знает, Штолин это традиционная немецкая рождественская выпечка. Корнями он уходит аж в 14 век. Представляете, как долго сохранилась эта пекарская традиция. Делается Штолин из тяжелого дрожжевого теста, по типу кекса. И внутри изюм, цукаты. Очень-очень вкусный. Посыпается ванильной пудрой. И символизируется его овальная форма. Она чем-то напоминает спеленованного, или спеленутого, как правильно сказать, младенца Христа. Вот такой-то традиционный немецкий рождественский Штолин. Ребята, я приехала в Гранд Каньон, самый крупный торговый центр у нас в Кайфе, чтобы купить сумочку себе. И да, чуть не забыла рассказать про подарки для Катюши. Конечно, подарки мы ей подарили, но подарили заранее. Но это была целая-целая история. Я купила ей в Тель-Авиве бутики Зеленский Андрозен, ее любимый аромат. Кому интересно, посмотрите видео про Тель-Авив. Оно есть на канале. И там же, в этот же день, я купила Катюше сумочку. И так как отдыхали в это время наши знакомые, мы собрали еще кое-какие вещи, передали им. Все должно было благополучно доставиться. Но настало 7 октября. И это был, конечно, ужас. У людей был испорчен отпуск, у многих людей был испорчен отпуск. И вы также на канале писали, тоже мои подписчики, как выезжали отсюда. Ну, я очень-очень благодарна моим знакомым. Лена, если смотришь меня, огромное-огромное еще раз тебе спасибо за то, что смогла довезти все наши подарки, что они благополучно доехали. Катюша, конечно, была очень-очень рада. Вот такая вот история с подарками. Но это еще не все. Мы приготовили для нее сюрприз. Сюрприз вы увидите в конце видео. Надеюсь, мне пришлют видео. В последний раз, когда я здесь была, здесь кроме кафешек вообще ничего не работало после 6 вечера. Но вот сейчас народу очень много и уже все-все работает. Не удержалось. Иду в Зару. Цены, ребята, 139, 129. Посмотрите, как муравейники. 200 шекелей. И столько людей в Заре. Детская обувь в Заре. Ну что, идем в ГЕС смотреть сумки. 30% скидки сейчас здесь. Такая сумочка. 329 шекелей. Вот эти сумочки парпятся от шекелей. Смотрите, с таким вот замочком. В общем, ребята, пока сомневаюсь. Одну присмотрела сумку, но хочу еще пока посмотреть других магазинов. Если что, потом вернусь. Кстати, в Машбире тоже есть отдел с сумками. Давайте заглянем. Ой, как пахнет парфюмом. Все пробуют. Кстати, в Машбире, посмотрите, новогодние такие подарки сладкие есть. В этом отделе посмотрите, какие сумочки можно купить. Сейчас действуют скидки. Ребята, сейчас покажу вам. Я вернула с ГЕС. Покупаю эту сумочку. Такая вот она, въемненькая. Доча мне помогла. Как всегда, по Вацапу мы с ней пошопились. Вот такая сумка. Вот смотрите. Вот мне упаковывается. Сумочку. Ой, ребята, я бы, наверное, еще долго выбирала. Спасибо, доченьки. Без нее никак. Вот так постоянно шопимся. Поваться тут. Это Израиль, детка? Уважаю разглядывать манекены. Это манго. В общем, ребята, я закупилась, иду домой. Ну, такое оживление. Прям столько народу давно я такого не видела. Я вышла на пробежку утром. Погода, конечно, меняется. Ночью шел дождь. Хотя вся неделя у нас такая была теплая. Зима непонятная в этом году. Не могу сказать, что холодная. Хотя в квартирах уже, конечно, прохладная. Пишите тоже в комментариях, что не то, что мерзнут, но уже дискомфортно. Поэтому многие включают уже кондиционеры, обогреватели. И, кстати, спрашивали многие, как зима. У меня на канале есть несколько видео. Но вкратце могу сказать, что минусовой температуры нет. Но снег мы здесь тоже видели. Причем несколько раз, как раз 31 декабря. Но он в виде града сыпется и тут же тает. Обычно зимой очень дождливо. Дождь плюс 17 где-то градусов. Примерно такая вот температура. И, конечно, в квартирах в Израиле нет центрального отопления, как в России, допустим, или в других постсоветских странах. Вчера в детском садике у Стефании прошел утренник к Новому году. Так трогательно, аж до слез. Так красиво ребятишки и пели, танцевали. Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Все, больше невозможно бежать. Дождь прям такой колется и бьется в лицо очень сильно. Погода, ребята, портится. Видите, я уже вся мокрая. Прямо на глазах портится. Идет дождь, и, скорее всего, это надолго. Но я хочу показать вам... О, все, меня плохо видно. Капли попали на объектив. Хочу показать вам хорошие волны. Рыбую поймал. Обожаю зиму, потому что красивые вот такие вот волны. И много птиц. Вон опять вынуждала птичка. Вот, видите, утка, что ли, или не знаю, кто, если знает, напишите. И она ныряет прям и ловит рыбу. Чайки, утки, в общем, кого только не увидишь. Фламинго. Зимой очень красиво в Израиле, конечно. Флора, вауна, вообще вау-вау. Ребята, как вы думаете, что это за кучки? Что-то мне это напоминает. Похоже, здесь побывали кабанчики. Они могут вот так вотнуть землю. Вау! Вот, посмотрите вон, какое счастье. Такой дождь у нас льется. Кажется, погода сошла с ума. Второй день льет дождь. Он льет, и льет, и льет, и льет. То очень сильно, то чуть поменьше. Буквально 5 минут перерыва, и опять по новой. В общем, вот такая израильская зима. Ребята, я как обещала, сюрприз для Катюши. Я очень долго думала, что же ей подарить. Ну, как бы, ну, на расстоянии. И сделать какой-то сюрприз достаточно сложно. Тем более, проблема с картами сейчас. Не так просто перевести деньги. Поэтому сначала думала, может быть, цветы. Сделать подарок с доставкой. А потом подумала, что сладкий подарок будет, наверное, тоже интересно. Катюша обычно на день рождения для девочек всегда заказывает тортики. И вот я тоже подумала и решила заказать ей тортик. И я надеюсь, сюрприз у меня получится. Давайте посмотрим. Здравствуйте, именинница здесь живет. Вам сладкий подарочек. От мамочки Максима. Поздравляет вас. С далекого Израиля. Вот. Ваши эмоции. Мои эмоции неожиданно. Передаем привет. Машу в ручку, да? Машу в ручку. Машу в ручку.